Привет всем! Сегодня хочу обсудить тему, которая меня очень расстраивает. В некоторых постах на фейсбуке, на форумах буддистских я иногда встречаю такое мнение, что раньше людям было как-то проще просветляться, а сейчас мы прогнили, мы уже больше не такие благочестивые, как наши предки, и поэтому мы не просветляемся. Так вот, меня это мнение расстраивает и даже больше, скажу, бесит. Почему? Во-первых, потому что оно в основном исходит из того, что человек установил себе какую-то невыполнимую цель, и теперь фрустрируется, что она не выполняется. Это во-первых. Но во-вторых, это ещё и идеализация прошлого, которую я очень-очень не люблю. Причём прошлого не какого-то там мифического докали-юги. Нет прошлого, которым у нас ещё куча свидетелей сохранилась. Причём люди умудряются это заявлять даже про какое-нибудь начало XX века. Хотя, казалось бы. Ну ладно, давайте всё-таки обсудим, как же оно на самом деле. Неужели раньше людям было проще? Во-первых, сразу хочу оговориться, что я считаю, что буддизм – это религия для всех, и, пожалуйста, не надо меня пытаться в этом переубедить. Буддизм – это религия для всех, и точка. Но, тем не менее, если мы смотрим на то самое прошлое, даже то самое начало XX века и дальше, мы увидим, что заниматься серьёзной практикой, то есть медитациями, чтениями сутр, получением посвящений от учителей, могла очень узенькая просвойка общества. Это люди, у которых было достаточно средств, очень много времени, и которые ещё, помимо всего прочего, в большинстве случаев были мужиками. То есть очень маленькая просвойка общества могла себе позволить нормальную практику, а все остальные занимались вещами базовыми, которые сейчас многими торканутыми современными буддистами воспринимаются как некая деградация. Это тоже. Я общалась с разными людьми, которые мне говорили, что ну что это такое, ну посмотри, как в Японии деградировал буддизм, эти бабушки, которые по факту практикуют какой-то культ предков. Так вот, это не деградация, это то, чем люди занимались на протяжении многих столетий. Вот именно этим, именно культ предков, какие-то подношения бодхисаттвам за то, чтобы у тебя зуб перестал болеть, участие в праздниках, вот это тот уровень, которым довольствовались подавляющее большинство буддистов. Да, мне сейчас скажут, что ну может они были такие богочестивые, что даже это все позволяло им просветлиться? Ну, вообще-то нет. Никто так не думал. Ни эти самые крестьяне так не думали, ни те самые монахи, которые, в общем-то, от них зависели, от их подношений тоже так не думали. Никто так не думал. Это была именно что базовая практика, которая ни к чему не вела, кроме чуть-чуть улучшения уровня жизни, может быть. Немножко улучшало внутреннее состояние. Люди делали это и начинали чувствовать себя лучше. Все. Именно поэтому, кстати, такой фурор произвело появление в той же Японии школ, как Джодо Шинчу или Ничи Рен, которые предлагали очень простые для понимания практики, которым могли следовать даже эти самые крестьяне. И да, именно благодаря этому они собрали очень большую паству. Люди хотели этим заниматься. Но проблема в том, что даже эти простые для понимания практики не были простыми в плане исполнения. И по большему-то счёту они гарантировали хорошее перерождение в каком-нибудь прекрасном мире, в котором ты сможешь продолжить свою практику, а не вот здесь вот. Непременного просветления они не гарантировали. И людям этого хватало. Но даже если мы посмотрим действительно на маньяченных людей, у которых, как я сказала, хватало средств, сил, денег, если мы посмотрим даже на монахов, причём не просто рядовых монахов, а монахов, которые знали, что они делают, которые действительно были нацелены на просветление, что мы увидим? Я говорю, если мы посмотрим немножечко в сторону от этих вылизанных биографий официальных, если мы почитаем их письма, посмотрим хроники, в которых отражено, что они конкретно делали, что мы увидим? Мы увидим, что гладко у них ничего не шло. Подавляющее большинство времени люди сталкивались с теми же проблемами, с которыми сейчас сталкиваемся мы. Ловили фрустрацию, впадали в уныние, постоянно сбивались на какие-то мелкие дрязги, кто кому нахвост наступил. Честно, даже о тех людях, о которых мне очень-очень хочется сказать, что зуб даю, вот этот достиг просветления, не шло у них всё гладко. Я не могу вспомнить ни одного человека, которому легко давалась практика. Не могу. Если можете, пожалуйста, пишите в комментариях, мне интересно узнать. Это я к чему? Я к тому, что давайте соберём даже по максимуму всех тех, о ком когда-либо говорили, что они 100% достигли просветления. И посмотрим, получится ли хотя бы 1% от всех буддистов, которые когда-либо жили. Ну, конечно же, не получится, потому что 1% это каждый сотый, это на самом деле очень много. Там будет вот такусенький, маленький процент, маленькая какая-нибудь доля процентика. И что мы имеем сейчас? Сейчас мы живём в мире, когда тотальная грамотность, интернет, доступность источников и многое другое, многие блага цивилизации привели к тому, что сейчас у нас любая атишница, любой парикмахер, любая работница конфетной фабрики может решить, что им нужно просветление и начать на это работать, начать заниматься с серьёзнейшей практикой. Да, продолжая при этом работать, продолжая при этом заниматься своей семьёй, продолжая при этом вести активную социальную жизнь, даже какие-то холиварчики в интернетиках ведя, всё это не отходя от кассы. И люди ставят себе именно целью просветления вот в этом теле, что меня всегда несколько удивляет. и через какой-то момент понимают, что не получается. Они поставили себе цель, занимаются практиками какими-нибудь 20 лет, а просветления не видно. Почему так? И вот тут начинаются эти теории о том, что раньше всё было лучше, почему я не родилась в каком-нибудь 17 веке, всё было бы значительно круче и проще. Но нет, проще не было бы. В том-то и дело. Да, я понимаю, нам всем очень-очень хочется видеть себя прямо сейчас Буддой, сидящим под религиозным фикусом. Но что, если этот фикус у нас ещё через какие-нибудь 10 перерождений? Что тогда? Вы хотите прогресс? Хорошо. Посмотрите на себя до того, как вы вступили на путь и посмотрите на себя сегодняшнего. Что, нету прогресса? Вы не стали лучше, как человек? Вы не стали спокойнее? Вам не стало как-то лучше жить? Я не знаю. Я, честно говоря, не считаю себя каким-то офигенным практиком. Я, честно говоря, даже так себе практик. Но я чувствую, насколько мне стало проще, лучше с тех пор, как я вообще обрела для себя путь. Мне стало намного лучше. Да, вы хотите привилегии, вы хотите посмотреть, в чём вам проще, чем какой-нибудь крестьянке 17 века? Хорошо. Вот вам привилегии. У вас есть интернетик, у вас есть библиотеки, куда вы можете просто сходить и получить любой текст с утра и почитать его. У вас есть YouTube, где вы можете посмотреть всякие полезные видео всяких интересных учителей. Да, вы даже можете взять отгул на работе, сесть на поезд, сесть на самолёт и скататься куда-нибудь на какой-нибудь ретрит или там лекцию послушать, получить посвящение. Неплохо, правда? Представьте себе, что крестьянам 17 века это не то, что не было доступно, им в голову не могло прийти, что у них всё это может быть. Ну как, и даже не крестьянам, понимаете, даже каким-нибудь высокопоставленным монахам в крутых монастырях. Вот они ваши привилегии по сравнению с людьми прошлого. И давайте всё это ценить. И давайте всё-таки ставить цели немножечко пониже, так, чтобы они были достижимы. И вполне давайте хотя бы допускать мысли, что мы можем не просветлиться именно в этом теле, именно сейчас, но при этом сделать всё возможное, чтобы всё-таки достичь целей по максимуму. И тогда, мне кажется, будет проще, и вы не будете ни на кого в обиде, что вас не родили в 17 век. Это всё, что я хочу сказать. Всем спасибо. Пока-пока.